У преступников вырос спрос на дроперов, людей, обналичивающих мошенникам незаконно заработанные деньги. Работу, за которую можно получить до 7 лет колонии, можно найти на сайтах объявлений, в социальных сетях, в мессенджерах, а могут предложить, позвонить и завербовать таким образом. У нас в гостях сегодня Алена Бушмина, руководитель Центра финансовой грамотности по Калининградской области. Здравствуйте! Добрый день! Ну, берем без опыта, обычно такие вот объявления в социальных сетях. Как вообще отличить предложение о противозаконной работе от обычной вакансии? Вот с этого начнем. Ну, вы правильно сказали, без опыта, без образования, без договора, то есть обычно это неофициальное устройство, и особо ничего делать-то и не требуется, да, только вот предоставить свой счет для того, чтобы тебе какие-то деньги перевели, ты их перевел дальше, минимальные усилия, за это 1, 2, 3, 4, 5 тысяч получить можно. То есть еще раз конкретно, кто такие эти люди? Это дроперы, то есть вот наши пострадавшие, назовем их так, то есть люди, которые вовлеклись в эти мошеннические схемы, сами того не желая, называют их дроперами, от слова дроп бросать, то есть они занимаются тем, что перебрасывают деньги, совершенно верно. То есть они могут и обналичить полученные безналом, да, средства, могут наоборот положить на счет и дальше перечислить, это будут уже безналичные, то есть могут просто со счета на счет переводить, могут получить в банке карту и передать ее мошенникам на свою имя, естественно, карту полученную. Ну вот простой человек подумает, да что там, господи, подумаешь, со счета на счет что-то там перекинул, а сделал это и забыл, кстати, потом уже через полгода может наукнуться. А какие вообще бывают схемы, что мошенники предлагают сделать людям и за что? Ну, в основном попадаются, мы сейчас говорим о подростках, то есть дети, они еще не сталкивались с работой, не устраивались на работу, вообще не понимают, что это такое может быть, и поэтому они читают объявления, то есть, допустим, решили они подзаработать на собственную игровую представку и видят такие объявления. Нам нужно перечислять выигрыши в лотерею. Вот мы нанимаем человека, который будет заниматься тем, что будет перечислять небольшие суммы людям, которые выиграли в лотерею. Ну вообще безобидно, конечно. Звучит безобидно, да, но должно насторожить то, что договор обычно не заключается на такую работу, и потом очень сложно найти концы, то есть, кто тебя нанял на работу, с кого мы будем взыскивать, а приходит полиция. Фигурант у нас получается известный, единственный человек, да, с твоим счетом. Да, потому что первый, кого находят, если пострадавший от мошенников, от социальной, допустим, инженерии, мошенники человека развели, он свои деньги перечислил, он же не на счет мошенника их перечисляет, он перечисляет вот на счет такого третьего несчастного пострадавшего лица, которого сразу полиция вычисляет, как только пострадавший в нее приходит. Потому что все счета у нас оформляются, там паспортные данные, вычислить человека не составляет. Но ответственность в любом случае до 7 лет колонии, вот пишут. Да, миллион штрафа, 7 лет колонии, да еще и те деньги, которые вам пострадавший перечислил, ну, дроперу перечислил, скажем так, да, эти деньги тоже надо возместить, а они обычно у дропера не задерживаются, то есть они их перечисляют дальше. То есть можно по уши влететь, абсолютно по уши. А какая ответственность, помимо того, что 7 лет, да, еще потом будет необходимо вернуть эти деньги? Да, да. Ну, естественно, что там уже банки, никакой кредит и ничего вам не выдадут. То есть это вообще свою банковскую историю можно подпортить очень серьезно. А вот родителям на что нужно обратить внимание? Сейчас ведь у каждого есть, у каждого ребенка есть карта, потому что это просто, а то и не одна, да? Или человек должен открыть новый счет, или вот этот тоже пойдет? Вообще, да, вы правы, что дети уже могут получать карту с 14 лет по хорошему, по закону, согласия родителя. Но сейчас технологии пошли далеко вперед, и поэтому онлайн можно оформить карту, и вроде бы как вот ты паспорт прислал тебе 14 лет, ну, все, уже можешь карту получать. И карты мы можем получать в разных банках, то есть, ну, банков сколько существует, десяток, легко можно получить. Да, то есть вот ходи и получай. Ну, естественно, мы сейчас рассказываем о том, как это могло бы происходить в идеале, да? Этого делать нельзя, потому что это плохо. Но, тем не менее, такие случаи есть. Вот вы, как представитель Центра финансовой грамотности, проводите уроки финансовой грамотности в школах. Это как раз та самая целевая аудитория. Вот что дети говорят по этому поводу? Кто-то из них сталкивался? Как вы понимаете, что они уже в деле? Ну, к счастью, наверное, детей прямо в деле мы на своих занятиях не встречали. Ну, возможно, нам просто не захотели рассказывать даже тех, кто себя в этих схемах опознал. Но, тем не менее, как минимум говорили о том, что предложения такие разнообразные о том, чтобы использовать счет или банковские реквизиты, детям поступают. То есть вот об этом дети говорят, да, головами кивают, да, мы об этом слышали, мы об этом знаем. А, то есть, когда заходит разговор на эту тему, то глаз горит? Угу. То есть вы уже понимаете, что, очевидно, человек с этим спортом? Да, к сожалению, да. У детей свободных денег достаточно мало обычные, поэтому вот такие предложения, когда можно вроде бы ничем не рискуя и особо не утруждая себя получить какие-то тысячи, да, конечно, для них выглядят привлекательно, к сожалению. Ну, естественно, все эти разговоры, которые происходят промеж детей, они скрыты от глаз родителей и вообще взрослых людей. Эти связи между детьми проследить до конца просто невозможно, тем более сейчас. Что нужно делать? В общем, целый класс. А законодательство сейчас вот на чьей стороне стоит? Законодательство увидело, что проблема такая мало того, что существует, да еще набирает огромные обороты. И поэтому сейчас предлагается ввести так называемое правило второй руки, чтобы, ну, хотя бы у детей до 18 лет какие-то вот эти вот крупные перечисления все-таки под надзором родителей происходили при их согласии. Господи, сколько головной боли у современных родителей и современных детей? Алена Бушмина, руководитель Центра финансовой грамотности в Калининградской области в студии «Балтик Плюс». Еще раз здравствуйте. Добрый день. И говорим мы о том, что у преступников вырос спрос на дроперов людей, обналичивающих мошенникам незаконно заработанные деньги или перебрасывающие их со счета на счет, задействуя свой личный счет. Берем без опыта. Обычно такие вот объявления развешивают в интернете мошенники, и к ним приходят взрослые люди. И самое обидное, это, конечно же, дети наши. Если взрослый человек еще в чем-то сомневается. Ну, имеет критичный разум, да. Да, но дети абсолютно пока не умеют критично мыслить, и поэтому в этот момент критическое мышление за двоих должны как-то ощущать родители, потому что ответственность до 18 лет лежит на... Да, материальная в том числе. Поэтому разговоры с детьми о деньгах, о вот этих возможных мошеннических схемах надо начинать даже не в 14, когда ребенок уже к вам пришел и говорит, пойдем откроем мне карточку. Можно лет с 12 уже говорить о том, что да, у тебя будет скоро карточка, и поэтому ты должен соблюдать правила безопасности. Ни в коем случае не передавать ее никому в руки, ни в коем случае не разговаривать, проговаривать ее счет, пин-код и реквизиты. То есть все это конфиденциальная информация, надо до ребенка это обязательно донести. Но когда мошенник разговаривает с ребенком на тему того, что сейчас мы тебе пришлем там 100 тысяч, а ты их отправишь на следующий счет, ну, естественно, жалко же, да. Поэтому каким-то образом убедиться нужно, что они не исчезнут никуда, потому что дети тоже бывают, знаете, оставить себе и все, иди гуляй. А детей часто заставляют, допустим, отправлять скан своего паспорта, еще какие-то документы? Ну, вообще практически никто не должен требовать. То есть банковские работники точно не требуют ни кода, ни данных, потому что у них все это есть. То есть, ну, очень мало ситуаций, когда действительно понадобилось бы детям предоставлять куда-то свои документы или реквизиты своей карточки. Ну, пусть будет так, да, что ребенок согласился там заработать 5-10 тысяч на то, что... Вот надо, чтобы не согласился. А вдруг, ну, уже все, согласился, потому что мы говорим сегодня о фаталите и о том, что очень сложно соскочить из этой схемы потом. А в чем трудность заключается? Ну, дело в том, что если ребенок согласился, ему на счет поступили деньги, скорее всего, это деньги от какой-то бабушки, которую мошенники развели и сказали, что ваш внук пострадал в аварии, нужно срочно перевести деньги. На следующий день дети этой бабушки выясняют, что бабушку обманули, они идут в полицию, и в полиции сразу же запрос в банк, и банк предоставляет все данные этого ребенка. Ну, куда поехали эти деньги? Эти деньги поехали на счет к этому ребенку, все, ребенок уже... Соучастник. Соучастник, да. И вот что в этот момент нужно делать родителям? Вот если приходит дяденька милиционер... Если приходит милиционер, он уже скажет все, что им нужно будет делать. Может быть, стоит донести до ребенка, что если все-таки он какие-то вот эти финансовые операции провернул, то обязательно надо родителей известить. Если родители поняли, что с карточкой ребенка происходит что-то не то, во-первых, сразу ее блокировать, это первое, что нужно делать. Вообще, если вам кажется, что что-то не то с вашей карточкой, да, то есть какие-то действия с ней происходят, блокировать. И потом уже, ну, по-хорошему идти в полицию и говорить о том, что вот такие действия были с реквизитами карты ребенка или с картой ребенка. Но я вот слишком консервативно отношусь к современным вещам, особенно вот к этим карточкам, к банковским всяким вещам, да. Вот может быть вообще действительно детям давать чисто такие рубли бумажные? Проще, спокойнее? Ну, спокойно. Ну, опять же, онлайн можно открыть карточку и без ведома родителей. То есть вот если закручивать гайки, это не значит, что ребенок никогда не совершит никаких действий. Все-таки нужно вести доверительные, насколько это возможно, разговоры со своим ребенком, чтобы... Причем чем раньше начинать, тем лучше. Знать эти шаги, когда он захотел заработать. Да, и чтобы ребенок с любой информацией, которая касается финансов, шел с вами. То есть если он пострадает, чтобы вы были первым, кто об этом узнает. Что еще в школе говорят? Ну, дети вообще, к сожалению, часто становятся жертвами мошенников, потому что социальная инженерия, она тоже не стоит на месте. Там работают психологи на стороне мошенников, и они знают, на какие клавиши у детей, да и у взрослых тоже можно надавить эти клавиши практически у всех. Почему сложно соскочить из этой схемы? Они начинают каким-то образом разводить, давить на то, что мы знаем, что ты курил за школу, и если это не сработало, еще что-нибудь. Да, ну вот, допустим, с этой мошеннической схемой ребенку прямо могут сказать, а ты вот на самом деле совершил противоправные действия, и мы скажем твоей маме или твоему директору, а ничего страшнее для ребенка нет. И поэтому он продолжит совершать эти противоправные действия, только чтобы об этом не узнали родители. А если отношение доверительное, он сам скажет. Ну, конечно, да, это самый лучший вариант. Давайте резюмировать. Никогда не стоит соглашаться на сомнительные предложения от незнакомцев, но это, наверное, уже всем известно. Конечно, да. Однако не всегда работает пока еще. Это взрослым нужно запомнить. Если кто-то просит тебя провести какую-то банковскую операцию с деньгами, всегда обращаться в свой банк за советом. Так советуют в интернете. Ну, прежде всего, не беседовать с мошенниками. Вообще, если вам звонят, ну, послушайте, как вам представились, да, банковский сотрудник или сотрудник каких-нибудь служб, повесьте трубку и перезвоните в этот банк или в эту службу. Да. Ну, конечно же, что касается устраиваться на работу, это нужно делать официально, потому что сейчас уже очень много плюсов из-за этого. И все-таки не нужно бояться оказывать чужим людям в помощи, на самом деле, мне кажется. Ну, когда тебя просят вот о чем-то на улице, бабушку перевести. Ну, перевести бабушку через дорогу, конечно, стоит. Все, что касается финансовых действий, тут уже между помощью и преступлением, как мы видим, грань очень тонкая. И самое главное, старайтесь всегда повышать свою финансовую грамотность. В этом вам помогут в Центре финансовой грамотности руководитель которого и была сегодня в студии «Балтик плюс» Алена Бушмина. До скорых и радостных встреч. Спасибо за внимание. До свидания.